Ребят, мы отправляемся в Припять на электровелосипедах. Такого еще никто не делал. Но едем мы туда не просто так. В этот раз мы на полном серьезе хотим запустить колесо обозрения и прокатиться на нем. А также провести электричество в квартиры покинутой Припяти. Все мы творим. Ну все, ребят, готово. Бомба, я не верю, что получилось. Врубай. Перегорел. А ну поклассай. Давай, 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 давай. Смотрите, загорится сейчас, загорится. Провод дымит. Блин, оно не отключается. Жесть. Антон. Это жесть, братан. Ребята, мы это сделали. Настолько детально пытаемся изучить эту тему, как запустить колесо обозрения в Чернобыле. Пришлось найти копию этого колеса, только рабочего, и посмотреть внутри механизмы, как устроены. Вон он, редуктор. Вот тросы там все на месте. Двигатель небольшой. Киловатт 5, наверное, где-то 6. Нет, здесь 2,5. У вас половина киловатта. У нас полтора киловаттный мы хотим подсоединить. Да, он внизу подсоединяется. Прикинь, все один в один полностью. Только двигателей там нету. Видимо, на медь сняли. Как их запитать? А мы с велосипедом, полтора киловаттный. Да. Вот так было бы в Припять, если бы не случилась авария. Привод там подается на редуктор. Поэтому мы изготовили вот такую вот страшную звезду, которая будет одеваться на вал редуктора и крепиться вот этими вот болтами. Потом мы сюда планируем накинуть 4 велосипедных цепи и второй конец цепи подсоединить к нашему мотору. Для этого мы вместо тормозного диска прикрутили вот такую вот велосипедную звездочку. В результате нужно будет перевернуть этот велосипед, прочно закрепить его об раму колеса обозрения в Припяти и дать газку. Кручающий момент с мотора через цепь передастся на редуктор. И если все нормально, оно закрутится. Если вдруг там механизм поврежден, убитый, не подлежит восстановлению, у нас есть план Б. И спрятан он вот в этом рюкзаке. Я думаю, вы уже догадались, какой план Б. Он точно заставит крутиться это колесо в Припяти. А еще мы набрали целую кучу с собой провода, для того, чтобы протянуть свет в заброшенную сталкерскую квартиру в Припяти. Для этого специально я хочу протянуть линию высоковольтную, чтобы минимизировать потери. И уже на крыше дома поставить понижающий трансформатор. Идея, конечно, бомбезная. Посмотрим, что из этого выйдет. А сейчас нам нужно закупить достаточно еды на все три дня нашего похода. Ведь в Припяти магазинов нет. Антоха в шоке от цен. Говорит, что все нереально дешевое. 12 рублей. Представляете, 3x 12 рублей. Смотрите, сколько я шоколада к тебе набрал. Будет сладкая жизнь у нас в Припяти. Солиды где волочи. Ты ж на шоколадки сел. Погнали, погнали, погнали. Вот так надо закупаться в Чернобыль, пацаны. Ребята вообще с ума сошли. Ну кто же берет чай в зону? 25 пакетиков. Мы с металлистами будем пить чай. Как бы обычно в зону ходят нелегально. Не, ну ты прикинь, если мы там встретим милиционеров доброжелательных. Мы такие с открытой душой скажем, ребята, добро пожаловать на чаепитие. У нас есть шоколадки. И мы вот так вот, как англичане, попьем чай. Добро пожаловать в нашу зону. Радиация хорошо сорбируется волосами. Но кажется, Антоха не в том отделе нашел себе шапку. Не, реально, все это дело подвязать. Так что мозг мой не умрет от радиации. Честно говоря, мы ищем водочку. Но не для нас. Да, не для того, чтобы ее там пить. У нас есть грандиозный план. Ребята, я не знаю, если произойдет апокалипсис, здесь можно всю жизнь бухать. Без остановки. Смотрите, ребят, сколько мы накупили. Это жесть. Штрихот назвал? Наверное, это ноль. Вот тоже я же не бачу, что это такое. 1800 гривен все это выше. Смотрите, какой чип. Металлист. Тупо в багажник, пацаны, никаких пакетов чистых хардкор. Гораздо проще взять. Спокойно, спокойно, дыши, дыши, все нормально. Я тебя знаю. Я тебя знаю, ты этот блогер такой, который эксперименты делаешь. Нравятся видосики? Да, прикольные. Вообще топно. Особенно с петардами. Все, не отписывайтесь. Перед заброской в зону нужно хорошенько подразмяться. Давай, гандар. Ой, нищие. Бутылочку пойдем заберем. Это что, вообще борьба? Ну да, вроде как. Крутим еще пока с правилами. Стоп, 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 стоп. Стоп. Отходим, отходим отсюда. Отходим. Стоп, стоп. Все, все, все. Все, поборол? Я думал, мы шутим. Все. Не шутите с этим парнем. На самом деле я умирал. Тупо еду, да? И сознание теряется. Сил вообще нет, я не знаю, как я пойду. Нормально, слушай. Ненормально, ты посмотри, мы там таблеток целая куча. А троятся? Я привез сюрприз. Давай, давай, давай. Слышь, так это анаболик. Не, пацаны. Ё-моё, а шо это? Это синтол. Кстати, мы должны это все выпить. А это его силы будут бешеные, да? Да, бешеные. А это что, витамин B? Да, это все надо тоже съесть. Ух, нет. Ё-моё, аскорбиновая с глюкозой. Это не БЦА, а это не аскорбиновая кислота. Да? Я просто, чтобы на границе не было вопросов, взял эту тару. А что же это такое тогда? Скоро узнаете. Ну, наконец-то, все. Блин, сразу. Вы видели, ребята. Смотрите, это будет интересно. Черновый багаж, кто и что. Мы разложили еду вот таким вот образом. Что тут объяснять? Сейчас мы все это распределим по сумкам. Самое тяжелое. Это был, и вот ящик воды. Правда, мы уже пару бутылочек выпили, но ничего страшного, мы докупим. А еще у нас будет куча аккумуляторов и всякой техники для запуска. Колеса. Вот я уже все попаковал. Нам надо залепить все катафоты на велосипеде и все светоотражающие ленты, чтобы у нас ночью не было видно в зоне. Черный скотч специально я для этого взял. Педаль готова. Зона ошибок не прощает. Сейчас будет тест-драйв. У кого самое тяжелое? Ноша. Ты не поднял его. Ты не поднял. Он этот, арканец. Как ты будешь поднимать, Саня? Ну, попробуй. Ты не поднял еще. Ты его не дотащишь просто. Нормально все, работают специалисты. Кажется, 30 килограмм. Да, 30, ладно. Такой не на себе же это повезет. Ты не на себе? Ты что, мы привяжем к багажнику. Ну все, давайте тогда нам машиночку. Знакомьтесь, это наш новый проводник Дима. 970? Ну ладно, давайте. Давайте, ладно уж. Надеюсь, с ним мы не заблудимся в Чернобыльском лесу, как в прошлый раз. Все, за нами выехали. Ты только что вызвал тачку? Ну да. Последний. Нет, смотри, все держится, все прям. Ну что, ребят, на улице темнеет, а мы отправляемся к Чернобыльской зоне. Это будет интересно. А вот и пункт пропуска в зону, через который водят официальные экскурсии. Но нам туда нельзя. Мы же сталкеры, а там таких не любят. Вдруг мы что покажем лишнего? Жесть. Куда проедем? Куда проедем? Поехали, поехали. Честно, это палевно. Так близко поехать ехать. Было бы эпично, если бы мы просто через лакпаун. Но нам туда не надо. Мы парни простые. Ребят, короче, мы пробуем сейчас самый простой залаз. Но тут надо проверить, стоят, что не стоят. Свет погасили. Короче, сейчас будет колючка уже. Так в зону мы еще не врывались. Прям на тачке. Нормально тут, без палева? Ты знаешь, вообще без палева. Все, мы приехали. Мы пойдем посмотрим. Сейчас зондировать Диман будет. Все. Так как охрана может оказаться недобродушной, конфисковать наши электровелосипеды и удалить видео, которое мы снимаем для вас. Все шепотом говорит. Слушает. Погоду затаились. Свет стрёмно. Может они болтают или ходят. Он просто прислушивается к природе. Смотрите, уже пошел водитель разведывать. Они вдвоем пошли. Смотрите, никого нет. И это все для того, чтобы мы залезли в зону безопасно, без палева. Вот это я понимаю уровень. Ребята разведали. Все супер. Мы выгружаем велики с газельки. Вещей у нас нереально много, потому что у нас большие планы. И для этого надо очень много инструмента. Скотч. Без него никак. Привет, Влада Резного. Блютейший перегруз. Вы посмотрите на наши велики. Опять все на скотче. А то или серьезно. А вот так вот выходит. Мы снимаем в инфракрасном спектре. Не знаю, насколько вам хорошо видно. Мы полностью запаковали наши велики. Ребята решают пока дорогу, что как едем. Если мы просто поедем через Че-2, через Бетонково, у нас типа, блин, крюк... У нас впереди ждет колючка. Показалось, что кто-то идет справа. А ты можешь по карте показать? Сейчас они по карте посмотрят. Антох, видно фонарь? Инфракрас. Да, оттуда смотри. Еле-еле, да? Еле-еле. Супер. Вот так вот Димас перебирается через брус какой-то, который поваленный здесь. Давай, я тебе помогу, братан. Сейчас сзади подцеплю. Давай вот так вот прям за багажник. Ой-ой-ой, держу руку. Вот так, ребят, мы пробираемся. Представляете, как это экстремально. Мы заходим в зону. Сань, что произошло? Короче, у нас огромный перевес. И багаж, видите, просто начался подать с велика. Резинка тут, чем вверх, багажник 10 раз меньше, чем наш багаж. Ничего, все выдержу, все сделаем. Блин, перевесился багажник. Ребят, короче, мы прямо на колючке сломались. Вот там вон она. Смотрите, ребят, вот она. Вот она самая колючка. Здесь, кстати, смотрите, дырка, через которую мы пройдем. Это что, с демой мне может пролезть, как мы будем учиться? Короче, залаз просто жесть. Он-то беспалевный, тут никого нет. Но тут колючка, просто очень маленькая дырочка. Главное, колеса не проткнуть. Это сложно. Мы сейчас находимся на полосе подруглевания. Надо отсюда уходить быстро. Короче, ребят, мы пересекаем ключ и проволоку. Погнали. Это будет интересно. Блин, он сейчас порвет колючку проволоку. Шесть. Вадим конкретно зацепился. Колючку перечли, сейчас попробую ехать. Дорога вроде терпимая. Вот ребята все. Пацаны, что, едем? Вадим, вадим, вадим. Ну все, ребят, мы закинулись в зону. Так, включаю. Ложай. Все сталкеры, вот все прям боятся этого. Но тут никого нет совершенно. Я просто мог бы снимать фонариком, но пацанов не хочу пугать. Смотрите, какое там препятствие спереди. Вот сейчас нам надо наши тяжелые велики перетаскивать. Все нормально. Надеюсь, нас никто не запалит. Вообще здесь нельзя включать фонарики. Но место очень глухое. Мы решились немножко рискнуть. Ребят, кто-то сзади должен подержать. Вадим псих рвет. Тише. Я уже предвижу комментарии. В зоне все. Совсем не так, как в реальной жизни. Это аномали. Ну что, Димон, как тебе велик? Слушай, ну нормально на самом деле. Знаешь, все как я... А ну давай, покажи, как надо ехать. Электровелики в Чернобыльской зоне рулят. Это круто. Это то, что нужно. Вот это... Нельзя было придумывать. Вот это поднимает настроение. Жесть. Не пожалел? Нет. Ради этого мы живем. Нет, не упал. Ну, я так и знал. Серьезно говоря, я убьюсь. Так что тебя так шатает? Слушай, я не знаю. Наверное, просто из-за того, что свежий воздух. Димас надевает рюкзак. Это просто жесть. Нет, все, ребят. Пускай он здесь будет, блин, реально. Пускай он отдохнет. А мы изгоняем быстро, да? Я не вижу просто. Жесть. У Антохи начал вырубаться мотор. И помогает перезагрузка. То есть выключить, включить зажигание. Он начинает работать. Кстати, дождь пошел прям сейчас. Слышите? Что, поехали? Надо ехать. Смотри, засада была... Короче, мы постоянно падаем. И ребята обсуждают за засаду. Где тут была засада. Что, Антох? Как тебе зона во второй раз? Жестко вообще, пипец. Единственное, смущает то, что много вещей тяжело. Перегруз просто, сумасшедший. А так-то вообще все по кайфу. Мы вышли на просеку. В отличие от прошлого раза, идем просто 200 раз быстрее. Оперезаем град. Слушайте, а можно я, Велик, свой выброшу, пожалуйста, в пустой? Если ты, Влад, оперезнул, тогда можно. Ладно, ладно. Вот вы нас сейчас видите намного лучше, чем мы. Потому что тут полная темень. Луны нету. Очень темно. И чтобы не напороться ни на что, мы просто в руках катим белый, чуть-чуть подгазовываем. Так безопаснее. Времени у нас пока запас огромный. Только светлячки на обочине освещают нам дорогу. Капошица. Смотрите, у него попка светится. Ну, а сейчас мы его отпустим. Слушай, это какая-то получая. Это провода. Самый парадокс, знаешь, в чем то, что камера видит лучше, чем мои глаза сейчас. Я знаю. В смысле медведь? Реальный медведь. Жесть. Пописай медведь, это соответствие. Ребята, вот в зоне такие ощущения. Я вам говорю, нигде такого не почувствуете. Сейчас ночи, мы идем с великами. Полная темнота. И кругом птицы ночные одиноко кричат. Потом какие-то шорохи в лесу. Зов в Припяти. Реально уникальное место. Вот Саня тоже сказал, нигде ты это не испытаешь. Вот где ты это испытаешь? Напиши мне в комментариях. Пацаны, то, что песок в ботинках, это не опасно. Я капец песка набрал. Это катастрофа. Не, серьезно. Просто я на Эльбрусе нарзан как-то попил. Капец, а потом увидел, что в этой воде черви водятся. Вместе с песком могут залететь маленькие частички целья 137-го. А он дофига опасный. Серьезно? Ну, конечно, прикинь, там в ботинках облучают твои ноги. Пока тихо. Никого. Впереди нас ждет такая жесть. Мы хотим, короче, будем по Централу проехаться. Централ это центральная трасса, по которой возят экскурсии. И по которой может ездить недоброжелательная охрана. И там под 40. Но перед этим мы 10 минут посидим в кустах. Послушаем, насколько часто ездят машины. Потом только мы выйдем на трассу, мы будем ехать по одной стороне вначале, по право. И внимательно смотреть на верхушки деревья. Потому что по ним видно свет от машин еще заранее. Если вдруг машина, кто первый увидел, сразу кричит машина. Притом можно не стремиться. Кричать довольно громко, потому что в машине нас не услышат. А спрятаться нам надо быстро. Ребята, аккуратно прыгаем в кусты. Машину видно очень издалека. Дальний свет ее не идет. Пацаны, давайте еще договоримся держаться вместе. Вот прям будем ехать рядом, рядом, рядом. Сейчас мы выезжаем на трассу. И Антон начинает работать. Да, я кстати плавки с собой взял. Что, погнали? Конец истории. Развлекуха. Все, понеслась. Не свети. Ты что, ты что, кто светит? Да вы руки. Что произошло? Такая жесть. Кто-то закричал в лесу. А то, кажется, Димон туда. Он так быстро спрятался, что мы даже не видели, как это произошло. Ребята, нужна помощь. Помощь нужна? Без проблем. Поможешь, Васенек? Без проблем. Что надо, поднять ее? Ты как там оказался? Подожди, пускай он пока тут залежит. Обещаю, думаю. Да, все равно нужно поездить вам. Давай. Я спрошу. Держишься? Да. Все, все, поехали, поехали, быстро, пацаны. Все, да, все. Все рядом, потому что я услышал, что машина это выехала. Это он на фидбайке, у него колеса широкие, я прикинь, тоже пачканул. Но впереди нас ждал мост, на котором обычно сидит засада и ловят сталкеров. Слушайте, нужно решить, как мы будем обходить мост, либо его разведывать. Проще переплыть на лодке, пускай мы потеряем время, но зато железно не спалимся. Но если мы проверим мост, мы себя риску подвернем. Мы сделаем это просто по зеленке. Слушай, ну я думаю, двинуть можно на мост. У нас очень сложные рюкзаки. И тихо, тихо. Короче, там две точки. Тихо. Шорок. Это нормально, это зона. Слушай, может нам, чтобы всем не палиться? Мы тут где-то заныкаемся? Да. Вадим, как псих, рванул на мост. Мы перед мостом, где-то за километр от моста спрятались. И мы сейчас стоим на асфальте. И слушаем, как за Вадимом погонятся. Пока тихо. Капец, жесть. Давай, ты очень хреновая. Да. А? Ау. Мы тут. Ты что, уже мост разведал? Вадим пришел с разведки. Выруби свет. Что там, братан? Ты что, вроде, тихо. Ты до туда доехал? Ну, я до моста, я думал, вы подождете, я съезжу на мост. Малак, ты не поднимался на мост? Ну, нет. Да мы тебя ждали, понимаешь? Ты уехал. Увы, капец, дрюб. Ты едь рядом. Не отъезжай от нас. Ну, ладно, мы с вами. Ну, просто не надо вместе ехать. Если какая-то засада, то что-то должно не спереди. Да. Жалко, что ты мост не разведал. Да. Ну, а дальше мы просто с бешеной скоростью пролетели этот мост. Засады не было. Короче, ребят, мы проехали самый опасный участок. Блин, ну, мне, честно, нравится, что все мы сделали грамотно. Дима съездил, посмотрел, что там нет засады, вернулся, и мы просто пролетели пулей этот мост. А никто бы его свитера не видел? А что, он сзади был? Да. Ё-моё. Этот он был привязан сбоку, да? Холодно, слава, как-то. Дима говорит, что тут руку приняли недавно, поэтому нам надо быстро ехать дальше. Мы свернули же на более безопасный участок, но надо ехать, короче, надо ехать, поехали. Ехали. Съехали мы с центральной трассы. Вроде все пока идет отлично, мы идем очень быстро. Вадим говорит, что в том доме, где мы ночевали, первый раз, где холодно было, там завелись мутанты. Ребята, вы лично верите, что такое может быть, черно? Мы там еду накидали, они пришли на еду, вы давайте уже серьезно будем, хоть чуть-чуть. Это какой-то псих на нас напал, мы тупо, короче, легли спать уже. Мы устали сильно, и просто какие-то шорохи начинаются. Мутанты, они существуют, даже википедия об этом подтверждает. А, знакомое место, здесь хата, которая была с отоплением, да? С печкой. Это то самое место, где мы в прошлый раз ночевали, тут хата, короче, с теплом. Здесь были бревна огромные, ветки. Влад Резнов накидал веток сюда, чтобы полицейские не могли проехать. В итоге, ничего тут нету. О чем это говорится? Значит, они тут ездят. Они тут ездят. Кстати, вот эта остановка, если на нее залезть, ловит интернет. Ребята, вы просто посмотрите, 4 фонарика такие светят, как будто какие-то пришельцы. Но мы должны быть осторожны, потому что в том доме, помните, напала мутант из Чемнобыля. Я тебе, Гур, даже в новостях показываю. А мы тут каких-то ментов, блин, опасаемся. Ну, это стоит бояться. Конечно, снорка и всякой вот этой дичи не существует, но реальные мутанты существуют. Влад Резнов говорил, что тут бывает, что хаты телепортируются. Да, это галлюцинации. Но они реальные, типа, людям кажется. Пацаны, бывает, идут и видят Припять нафиг в лесу. Саня, почему ты не вставил наш пранк в поезде? Есть то, что осталось за кадром. Мы специально не показали, когда мы ехали на Эльбрус в поезде. Ему строили пранк. И он настолько, блин, жесткий вышел и тупой, что я думал, что даже самый преданный зритель не поймет этого. Кстати, у Вадима вышло финальное видео, как он на Эльбрус подымался. Без проводников. Вы знаете, что мы должны сходить в Припяти в хату цыган и в хату инженеров. Топтунов, Дятлов. Вот знаете вы кто? А ты нашел адреса? Дима нашел. Заходим в хату Топтунова, а там киберкожа. Чего тебе эта киберкожа проперла? Нет, а вдруг у него там киберкожа. Ребят, никогда не гуглите в интернете киберкожу. Если что, я предупредил. Потихоньку начинает светлеть. Еле-еле. И нереальный дубай. Просто послушайте, какие тут звуки. Ребят, нужно ехать. Было еще достаточно темно, и прямо перед нами выскочил олень. Как бешеный проскатал через дорогу. Димон остановился, говорит, стойте. И он сразу же пролетает. Есть такая вероятность, если бы Димон буквально на 3 метра бы проехался, его бы просто бы снес олень. Я первый раз такое в жизни увидел. И такая махина, просто терминатор какой-то выскочил. Ребят, смотрите, что с лесом случилось. Походу это радиация. Да. Сейчас сделаем маленький привальчик. От тяжелого рюкзака у Димона уже конкретно устала стена. Я вместо велосипеда отдыхаю. Тут же на обочинах как раз вон самый лютый. Да, жесткий. Нет, смотри, за обочиной. Я еще на дороге лежу, тут можно. Да, да, я бы тоже так себя утешил. Машина. Антоха контент делает. Это было жестко, но вы сработали четко. Это был пранк. Такое нельзя делать. Ребят, никогда не делайте такое в Чернобыльской зоне. Это очень жесткий пранк. Никогда не шутите, что едет машина. А ты как думаешь, Димон, чего тебе сосны высосли? Букашки? Радиация? Все-таки радиация. Смотри, там, вон глянь на тебе сосны. То же самое. Что, Сань, заезжаем в аномальную зону? О, чувствуешь холодок? Жесть. Запах сразу какой-то изменился. Ёпарасы, а вы только гляньте. Я первый раз такое вижу, пацаны. Вот, ребят, посмотрите, какой-то туман аномальный. Аномальный. А вы как считаете, туман аномальный или не аномальный, ребят? Ребят, вы только посмотрите, как здесь красиво. Только посмотрите на эти сосенки. Что я вам скажу, ребят? Мы наконец-то въезжаем в десятку, в десятикилометровую зону отчуждения. Колючка, как вы видите, вообще практически вся уничтожена уже. Ну, раз это десятка, значит, десять километров до Припяти. Логика здесь есть, но нет. Нет, еще налево сделаем хреновую тучу. Вот туда уедем, в сторону Белоруссии. Потом пройдем прямо и будем возвращаться в Припять. Все уже эти маркеты знают? Это все уже давно спалино. Просто подписчикам интересно, они же никогда сюда не пойдут. Ну да, им будет интересно увидеть. Почему 60 километров на счетчике, блин? 60 мы проехали от колючки и только до десятки доехали. Колючка мы не вписываемся в рамки. Да, но заряд еще держит. Балдеть, какая красота. Рассвет. Рейсеру передаю пламенный привет. Рад, что ты не доехал нам опять. Очень печально, как он сломался. Надо было найдясь, довели въехать. Вот это был бы контент. Тихо, бесшумно, быстро. Но, увы, все. Не дышим пока, временно задерживаем дыхание. Ну-ка, 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 ну-ка. Я так и знал, это знак радиации. Если вы задерживаете дыхание, радиация не работает. Сейчас, сколько тут фонит? Ле, там сколько этих табличек. Жизнь. Так это захоронение? Это могильник. А тут село какое-то. Копачи, по-моему. Его, короче, закопали. Опять табличка с радиацией. Нет, нет, копачи вообще в другой стороне. Таблички проставили, что типа не копайте, а там страшная радиация. Давайте копнем. Вадим предложил такую просто нереально тупую идею. Привезти металлоискатель сюда. И с металлоискателем пройтись. Вот опять, блин, знаки. С металлоискателем пройтись и найти что-нибудь в могильнике жутко радиоактивное. В реку Припять кинут поисковый магнит. Ребят, как вам идея? Это просто жесть. Лесо-заготовка идет полным ходом. И мы находимся в десятке. В десятикилометровой зоне, которая реально опасна. Нормальный спуск такой. Экономим заряд. За все время нормальный спуск, пацаны. Не хочу тебя расстраивать, но это, похоже, могильник радиоактивных отходов. Часто попадаются вот такие вот деревья, которые переграждают дорогу. Это Влад Резнов, чтобы менты не проехали, его скинул, пацаны. Теперь смотрите, насколько тяжелые сумки. Смотрите, ногой, ногой. А дай я без ноги попробую. Офигеть. Ты точно на бойлике заглотнул? Я только об этом подумал. Это не стероиды, это разрешено. Просто у Вадима есть супер таблетки какие-то. Саня, мы почти приехали. Сейчас будет место, где я потерял сознание. Вы заметили, что у нас появился один новый велосипед? Здравия. У нас появились спонсоры, которые нам выделили вот этот велосипед специально для похода в Припять. Так. Кто так делает, блин, Вадим? Есть агронтии скорости? Конечно, нет. Все вырублено, газуем на полную. Ваши впечатления с ней? Знаете, я хочу сказать, что он очень крутой, если ехать по трассе. И у него просто офигенные тормоза. Какая у него скорость? 45 где-то. У него сидушка очень хорошая, посмотрите просто. Сейчас будет там финальная развялочка. Одна довольно напряженная, нам надо очень быстро проскочить. И мы, по сути, в Припяти. Куда он ехать? Мы заезжаем, не поймем откуда в Припять. Анток, нормально проскочили? Да, все круто. Тачек не было, и очень быстро проскочили. Был очень опасный момент на самом деле. По трассе гнать, мы гнали где-то с километр на бешеной скорости. Может меньше. Если бы нас палила тачка, это было бы полное. Блин, место паливное. Димон, что это за КПП? Западное? Восточное КПП. Смотрите, ребят, мы въезжаем в Припять через Восточное КПП. Видно, что тут никто давно не ездил. Ветки валяются, так что можно сильно не гнать, ехать спокойно. Смотрите, как лес выкосило. То ли радиация, то ли не пойми что. И тут тоже лес помер. Возможно, здесь не чистили, не деактивировали территорию. Очень большая радиация. Я не верю, ребят. Я не верю. Смотрите на счетчик. 77 километров от колючки у нас занял путь. Пешком идти это просто нереально. Крутить на педалях 77 километров за одну ночь, это тоже жесть. Как тяжело. На электро мы долетели вообще бодрячком. Ребятушки, я к вам. Будет большая просьба. Ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на канал, ведь все это мы делаем для вас. Мы заморочились и замутили камеру, которая снимает ночью, чтобы хотя бы показать вам. Дорога опасна и ночью очень сложно все вам это показать. Я думаю, это заслуживает лайка. Вы же у нас самые лучшие ребятишечки. Наш сладенький, емой, пирожочки маленькие. Антоха прям выпросил с вас лайков и пожмякать в колокольчик. Вам это реально не сложно. А нас это мотивирует и дальше такие бешеные видосы снимать. Опаньки, ребят. Нормалек, под низом пройдем, да? Смотрите, как мы пробиваем путь в Припять. Вот гадина. Вадим. Давай за злостью. Вадим, пойдем, ушатаем ветку. Нужна вся твоя злость. Собери всю свою злость в свои ноги. Это нога так хрустнула. Коленку сломал. Нет, подожди, я не так ударил. Давай резонанс ее в виде. Я руки в моху испачкал. А мох-то фонит жутко. Радиация, да. Кстати, а рядом можно обойти. А-а-а. Все, пипец. Что, заражение? Угу. Опять травма. Да что нам так не везет? Ну, без прикола сейчас радиацию обойдет. Надо протереть. Давайте, может, толпой по одному велику, блин, перетаскивать. Ну, я не знаю, это вообще пипец. Ну, назад не вариант идти. Мы пройдем этот уровень? Да пройдем, конечно. Ну, тут я не знаю градусов. Сколько тут градусов? 40, наверное. Офигеть. Ля-ля-ля-ля-ля. Это метод Вадима Вадимовича. Просто велик на плечо. Удитель, убдитель. Он это должен делать вот так. Тише, Вадим. Мы палимся. Гребаная кибер-кожа. Нахрен я не это использовал. Что за кибер-кожа? Вот это вот, типа. Наверное, ты себе кибер-кожу установил. Надо подальше от них держаться, а то они кибер-кожутые. Ребят, неужели это сбылось? Мы входим в Припять. Моторы еще ревут на последних остатках энергии. Раслабляйтесь, тут новый уровень, еще сложнее. Там что, копы что ли? Ну, там, короче, прикинь, асфальт и яма. А, я понял, кабели вырывали. Вот металюги. Ух, ни хреба. Это ма смерти. Мост вообще ядреный. Выдержит, Лена, иди. Просто, короче, земля подо мной провозилась. Красава. Наконец-то мы дошли до колючки. Вот колючая проволока, мы входим в Припять. Вот, кстати, КПП. Закрыто. А мы его объезжаем. Это сторож, походу, был. Охранялась при СССР. Мы в Припяти, ребят. На самом съезде. Указывают, куда нам ехать, что как. На власти Украинки, да? Да, власти Украинки. 28-а. То есть, что-то я не вижу многотажек. Точно, Припять? Может, мы города, может быть. Странно. Мы еще в промзоне, типа. Охереть, что-то гудит. Подстанция. 110 кВ. Рабочая. Тихо, ну не скрипите вы. Кто скрипит? Там сторож может быть. Гаражи, точно. Какие-то хозпостройки. Мы приехали. Охренеть. Смотрите, подъезд. Антох, лякок все заросло. Они все мхом поросли. Вот сюда вот делают природу. Ребят, мы сделали это. На электровелосипедах. Обалдеть. До этого никому из сталкеров не удавалось сюда попасть. Ни на скутере, ни на мотоцикле. Мы первые сюда приехали на моторе. В этот подъезд, походу, вообще не ходят. 80 км занял наш маршрут. А сталкеры это обычно проходят пешком. Блин, смотрите, дорогу к нашему подъезду. А бордюр как зарос мухом. Охренеть, сюда не водят экскурсии. Смотрите, заплело дом. Тебе этажный почти до половины. Честно, вот эмоции переполняют. А то вы там скажете, что это неестественно эмоциональное. Но тут реально, как какой-то джуман же. В джунглях, типа, город заврошенный. Ничего себе, гля, подъезд. Гля, как виноградом заросло, почти по самому вверху. Ура. Ребята, вы не поверите, мы пришли. Вот он наш подъезд. Вообще не скажешь, что тут живут. Ребята, все никак не решатся идти. Я решил попробовать. Прям заехать. Че так все боялось? Пипец подъезд у нас, конечно, ребята. У нас есть фонарик. Ну давай, велик, не подкачай. Что же нас ждало в сталкерской квартире этого дома? Это ты узнаешь в следующей серии. Ну а нас ждут грандиозные дела. Провести свет в этот заброшенный город и запустить это чертово колесо обозрения. Вот вам и моторы. По ступенькам ели с садом и сумкой. Смотрите, мы заходим в квартиру номер 42. Прикинь, там мебель прям есть. Смотрите, чей-то шкаф. Кухня. Зал. Тут, походу, мы все и поставим наши велики. Ну что, Антох? Тут прям жарко. Сейчас мы сразу смотрим, в каком состоянии находится распредщиток. О, кухня. Я не могу это пройти. Печки, конечно, драбадан раздербанят. Розетка целая, советская. Мунитаз даже целый. Смотрите, как канализация проржавела. Чуть завоем унитазик. Кран, ляй, можно воду перекрыть. Сейчас посмотрим, в каком состоянии распредщиток. На первый взгляд, все чики-пики. Ну, конечно, дострой, но обратите внимание, все три фазы на месте. Это говорит о том, что мы можем весь подъезд запитать. И тут патрон даже есть. И в подъезде свет будет. Ну, лифт мы, конечно, не забыли. О, лифтовая кабина. О, ничего себе. Ну, что, ребят, мы завалились на хату. И моментально отключились, заснули. Жесть хата. Тут какие-то жили реально вандалы. Смотрите, как хату разрисовали. А я, честно, не знаю, кто такие мазкали. Пойдем к этого сталкера. Засунем баллончик в жопу и запустим баллончик. Посмотрите на установку. Смогли бы вы здесь подночевать в таких условиях? Смотрите, это все побелка. Она обваливается. И спальник вымазывается. И спать просто невозможно весь в этой побелке. Пыль, капец, залетает. Нереально просто. Кстати, когда закрыл дверь, намного меньше стало залетать. Аж под каждую доходу. Потому что пыль гонит с подъезда. Вы обещали розетки. Я потратил весь заряд. Что дальше делать? Будут. Такой у нас вис окна. Вы видели, что тут натворили эти напись у тебя за спиной? Ну что ж там опять? Тут было бедло. Че скажешь? Мне кажется, это какие-то аборигены посидели. Ребят, а вы как считаете? Припять это не место для вандализма? Все-таки тут произошла трагедия, памятник истории? Или здесь можно творить что угодно? Здесь все равно город брошен. Все, короче. Ребят, мы обедаем. У нас кипит вода. Тут это, что ты хотел туда? Нет, туда нет. Заканчиваем. Мы сейчас будем самую сублимированную всех сублимированных продуктов есть. Вот, смотрите, это вообще футбезно. Это пюре на самом деле обычное. Оно выглядит, как, не знаю, какая-то химия там лютая. Ну что, ребят, мы перекусили. И теперь наша задача восстановить электрику в квартирах этого дома. Никто не украл провода. Проводка вся здесь целая. Но есть одна беда. Заржавели контакты. Вот на люстре мы видим заржавели. Еще смотрите, что я нашел. Лампочка тех лет. Она, она еще гожая, прикиньте. Нет, с датой нам не повезло. А, 83-й год. Сейчас мы почистим контакты. Вкрутим ее в эту люстру. Не хватает патрона в этой люстре. Мы пока временно выкрутим вот этот. Я надеюсь, он подойдет. Кстати, крутится отлично. Здесь не так сильно попадала вода от дождей в эту квартиру. Поэтому вот эти штуки уцелели вообще классно. Не зажарели. Конкретно вот эту лампу мы будем восстанавливать. А ну-ка, подходит она, еще не подходит. Вы прикиньте, с СССР все стандартное. Берем нашу мега древнюю лампу. Неужели она заработает? Теперь нам надо зачистить этот выключатель. Вон, смотри. Ну, надеюсь, он цель. Он щелкает, он не зажарел. Пробую тестерам замерить, есть ли сопротивление лампочки в проводке. Меряем мы через розетку. Конечно, там все забито. Мы видим, что замыкания короткого нет. Включаем свет. Но, к несчастью, лампочку тестер не видит. Но нас это не остановит. Для того, чтобы проверить проводку в Припяти, а также электроприборы, я прихватил с собой маленький инвертор на 220 вольт с полимерным аккумулятором от машинки на радиоуправлении. Сейчас я продемонстрирую, как это работает. Подключаем аккумулятор. Прошла искра. Включаем кнопку. И вот здесь появляется 220. Включаем розетку. Берем лампочку. Надо очень осторожно. Смотрите. Это лампочка на 220. Я ее с Луганска привез. И с помощью вот этих 220 мы будем проверять электрику в Припяти. А потом, если все будет четко, мы проведем свет и уже сделаем от сети, чтобы у нас работала здесь электрика. Через вот эту розетку, это классика, как я запитывал от солнечной батареи дом. Стосяна, мы по этой же схеме сюда запустили 220. Ну что, ребят, видно лампу? Отойди туда дальше. Включаем свет. Офигеть, все четко, смотри. Ай! Ля, класс! По идее, она в руку, она по подъезду, но весь дом должен разойтись. Ребят, но мы на этом не остановимся. Сейчас мы запитаем кухню. Жалко, что печку здесь раздербанили. Но мы, если вы захотите, ребят, мы и печку восстановим. Будет работать на электричестве. Можно будет прийти на эту квартиру, включить печку, погреться, приготовить есть. Принесем тены с собой. Потому что тены, я так понял, украли. Мы соберем, поставим, розетки есть, все должно быть четко. А сейчас мы попробуем восстановить свет на кухне. Патрон того времени. Лампа, которая за 30 лет покрылась толстым слоем пылья. Мы подсвечиваем, чтобы было все четко видно. Ребят, вы видите все это сами. Вот она, советская проводка, она уходит куда-то туда, вот, прям в потолок. Мы реально ничего не переделывали, все рабочее. 30 лет простояло, с 76-го года, прикиньте, все целое. Если был бы звонок, мы сейчас просто дверь бы позвонили, но дзынь-дзынь. Давай звонок, короче. Звоночки есть у нас во всех квартирах. Но проблема в том, что какие-то варвары украли сами звонки. Вот торчат провода, а звонка мы не видим. Еще смотрите, что было в советское время. Телефоны. И телефоны, кстати, заведены в каждую квартиру. Так что Припять жила круто, по советским меркам. Какая следующая неделя будет, запустить лифт? Ребят, вы хотите, чтобы мы лифт запустили? Или это уже перебор? Сейчас мы подключим современный смартфон 2019-го года в розетку. Я не знаю, ну, наверное, 83-го года, если судить по лампочке. А если телефон... Гляньте, она какая, вы видите эту розетку? Она не войдет. А, пошла. Пошла зарядка. Пошла зарядка. Быстрая зарядка 74%. Короче, теперь у нас телефоны будут всегда заряжены. И имейте в виду, в квартире 57 по улице Лося Украинка есть электричество. Смотрите, что мы нашли в комнате. Это просто нечто. Ребята, смотрите, целый плафон того времени. В спальне. Вкрутим туда лампочку. Надеюсь, я лампочку нормально закрутил. Нет. Ух ты, блин. Вы посмотрите на этот свет ламповый. Вы гляньте, ребят. А смотрите, может вы не верите, что-то припять. Такое бывает еще. Это заслуживает лайков. Мы стараемся. Только для вас, ребят. Давайте. Подписывайтесь. Колокольчик. Вот. Представьте, что это колокольчик. Просто заходите на YouTube и... И вам будут приходить уведомления. О новых видео. Ну и на прощание мы попробуем, как работает светло-нет. Я не знаю, работает или нет, потому что я перед съемкой не тестировал. Трохо, блин. Блин, охренеть. Вы что, смотрите? Капец. Ох ты. Капец. Кстати, с задержкой, да, немного, как будто только доходит. Контакт, видимо, где-то плохой. Лев-патронный или выключатель. Но оно работает. Мы сейчас вам покажем, в каком состоянии трансформаторная подстанция в Трипяти. Здесь, походу, стояли 630 киловатт трансформаторы. И вы видите, что все с перта. Обойду с другой стороны. Тут должен быть еще один вход. И мы посмотрим, что у нас по высоковольтной части. О, высокое напряжение, опасное для жизни. Ну, в принципе, неудивительно. Медь, металл дорогой. Ух ты, щитовая! На 200 ампер, амперметры стоят, выключатели. Трансформаторная подстанция лишилась своих трансформаторов. Но на щитовых кое-что еще уцелело. Амперметры, вольтметры. Неужели это медь? Нет, все алюминька. Медь все сперли. Алюминиевые провода не трогали. Мы решили на этом не останавливаться, но провести свет еще в местный детсадик или школу. Сейчас, посмотрите, какой лес. Смотрите, этот забор, это территория детсадика. Как ты здесь? Скажем, что здесь детсадик? Да тут лес. А что же? Качельки, смотри, полкубитые. Нет, здесь садик. Присплошное лес. И вы смотрите, что вы тут видели. Профета. Это для детей. А еще смотрите, какой прикол. Блево. И я помню, у нас были такие летающие тарелки в детстве. Я его, короче, так как-то нажимаешь, она раскрустит. Но что-то у меня плохие сомнения, потому что... Смотрите, какой выключатель. Вы вообще такое видели? Типа крутить надо его. А вон патрон, лампочки, разумеется, нет. Ребята, нам чуть-чуть электрику принял. О, Димон нахал уже лампу. А, володец, ребята. Ребята, вы только посмотрите. Горлошечка. Какая-то разукрашка. Игры в то время. Что это было? Я не знаю. И вот эти ящички с одеждой. Детки просто запоминали рисуночек, который у них нарисованный. Птичка. Цветочек. Смотрите, одежда детская. Как вам это? Ужас? Жесть. Но у меня больше печали, это, что лампа выдрана. Смотри, тут лампы, Сань. Может, это поляки пытались запустить и проверяли, искали рабочие лампы. Какие-то свиньи все выдрали. Разобрали. Возможно, воровали дроссели, которые у них стояли. Их, наверное, была медь. О, кстати, смотрите. Отключатель целый. Но вверху нет лампы. Нет лампы. Ёлки-палки. Пошли дальше. Ребята, смотрите. Вот мы начали лампы. Но здесь прямо жесть. Все разбито. Стартеров нет. Жесть. Вы посмотрите на этого мишку. Охренеть. О, взгляд. Эхо прошлого. Уцелевших светильников в детсаде мы не нашли. Ребят, это Припять в инфракрасном спектре. Призагрузи его. Вы посмотрите, как все страшно выглядит. Кстати, очень чувствительно. Чуть выше возьми там звезда. Будет ее видно, интересно? Да, звезды видно, ребят. Ночь. Припять. И мы проводим электричество в заброшенной школе. Атмосфера будет просто жесть. Что за зеленый петонок? Нет, за него не при тебя. Пипец холодильник. А это индивид редкостный. Сталческая особа. А это мутант. Ой, нет, Саня. Пока мы ищем школу, мы уже нашли две группы сталкеров. Вначале Вадим заметил красный огонек где-то на балконе. Думали, самолет отражается. Крикнул, там оказался Серега с соседней группы. Потом мы чуть прошли, он что-то кричал, Серега, Серега. И соседнем доме еще одни сталкеры открикнулись. Пацаны, какой пароль? Вадим так от фонаря что-то ляпнул. Он говорит, счастливой дороги, пароль не подошел. Короче, сталкеры тут живут. И в этот раз культурные. Не орут, не шумят, все чисто. Но мы идем. Посмотри, Сань, какая жесть. Жесть. Ребят, мы наконец-то нашли школу. Ты зайди туда с инфракрасником и послушай, что там за звуки. Иди тихонечко по ступенькам. Иди, 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 пройди сейчас прямо и повери направо и замри, и в тишине послушай. Ты слышишь разлук? Давай сейчас я проанализирую проводку. Ля, что происходит? Прорывала канализацию. Читовая. Жесть. Ля, сколько воды. Сейчас мы попробуем найти свет хотя бы. Но свет мы не найдем. Как это школа? Проблема в том, что здесь вы видите, что со светильниками. На них тупо повесили противогаз. И все светильники разобраны. Электрика здесь разрушена. Ух ты, блин, ребята. Это жесть. Что ты скажешь, Вадим, по поводу этого кассового аппарата? А это кассовый аппарат? А ты думал, это игрушка? У него это всегда не на бумагах. Смотрите, лента. Только оцените его аутентичность. Циферки еще, смотри, вверху оставить. Он полностью механический. А еще зацените противогазы. Это телевизор восход. И сегодня в погоде. В Украине минус 14. Так что не переключайтесь. После рекламы вас ждет обалденный фильм про Чернобыль. И тут мне удалось найти этаж целыми лампами. Сейчас мы попробуем засветить эту лампу. Честно, не знаю, что будет. Понеслась. Охренеть. Охренеть. Она работает. Охренеть. Да. Охренеть. Все целое. Вы поднимите. Мы сейчас заброшены в школу. Вот тебе ведь полно. И свет такой яркий прям. Пипец. Как сейчас светло было. Давай, видно вообще круто. Вчера лампу. Жесть. Охренеть просто. Мы там даже раскачем спалимся. Мы сейчас все могут включить весь ряд. Натуре? Да, попробуем все включать. Все включим. Включай весь ряд, конечно. Антон. Это жесть, братан. Мы в спортзале. Только что засветили свет. В спортзале заброшенном городе, в Прибяти. 30 лет лампам. И энергии хватило. Весь ряд загорелся. Там ламп, наверное, было штук. Не знаю. Но вы сами посчитайте на видео. Пока тут одна. Теперь включаю все. Я боюсь, что, правда, меня не раздалбануть. Охренеть, ребят. Просто не празднуло. Жесть. Я, правда, не пойму, что тебе так тускло. А, они грязные, походу. Это светло. Вообще, как реально в цивилизации. Охренеть. Одна лампа, вторая лампа, третья лампа, четвертая, пятая, шестая. Коридор полностью подсвечен. Вы слышите этот звук? Это звук Припяти. Это звук с СССРовских ламп. Для тех, кто не поверил. Это мега офигенно. Смотри, долбократно, чтобы мне долбанул. Да не, не долбанется. Можешь попробовать все включить, а там замкни провода. Только смотри, там 120. Все, в бою. Да, давай, давай, давай. Давай. Держи, держи. Сейчас они нагреются. Лучше замыкай, давай. Пошло. Плохо контакт. Это, блин, просто. Вот это реально интересно. Охренеть они. Они желтые какие. Все, выключай. Вырубай, вырубай. Понимаете, ребята, это очень много тратит энергии, а нам еще нужно запускать колесо. Ты хочешь пофутболить в этом спортзале? Я хочу в футбол в приписи воиграть. Прикиньте, в футбол в этом спортзале. Но тут он, правда, полмалеха прогнил. Это такой, знаешь, типа смертельный футбол. А, вон они лампы. Вон они. Бля, какие жирные. Вот бы их запитать. А можно? Вот они провода идут. Смотри, от фонеля. Они вон, да. Они не выдраны дальше? Смотри. Где-то должен быть выключатель света. Ребят, спортзал засветит. Смотри, вот он, цветок. Но это не те же провода телефонные. Нет, нет. Он должен выходить вниз, по идее. Они же внизу свет включают. Мы сейчас ищем фонарь на улице Лазарева, чтобы его запитать. Мы находимся сейчас в самом центре, поэтому надо очень тихо себя вести. Идем. Ребят, мы пришли. Вот он, фонарь. Наша задача сейчас подключиться. Провода идут сверху. Сейчас мы подкинем сюда 220 и посмотрим, как работает этот фонарь. Есть контакт. Что, пошла? Сейчас пойдет. Ну что? Ребята, я включаю. Походу нет лампочки или она промахла. Валим. Ну что, ребят, 2 часа ночи. Мы все сонные, просто жесть. На самом деле, неправда, мы не сонные. Ну да, синтол твой работает. И знаете, что, ребят, мы идем на колесо обозрения. Сегодня мы будем творить историю. Мы оживляем сердце Припяти. Взяли велик и с этим великом чешем на колесо обозрения, чтобы его закрутить. Все это сказки. Этот велик не слушайся. Просто я его толкну и он покатится. Сейчас мы изучим механизм этого колеса. Насколько он изношен, насколько он повредился от времени. Слышали, да? Звереха. Нет. Что это может быть? Звери? Волги? Да нет. Херля какая-то. Типа оленей. Внизу? Кто велик, спрячешься? Я прям слышал человека. Что, работаем? Да. Хорошо, ребята. Вот она и механизм. Вот она яма. Та самая. Вот они, грузы. Лежат на самом низу. То, что нам надо. Слева груз снят. Значит, левый механизм не рабочий. А правый основной. Сейчас мы попробуем его запустить. Пока что запустим его вручную. Вот они, тормоза, походу. Катушка стоит. И они, гадость, заклиняны. Ты прикинь. Нам надо по любасу расклинить тормоза. Ты что делать? Палоник. Это лучший механизм. Вот он вал. Я его, разумеется, прокрутить не могу, потому что тормоза заклиняны. Сейчас мы их расклиним. Что тут? Сейчас все колесо проверим. Тихо, смотри, чтобы я не пришибал. Вообще удивительно, ребята, насколько все хорошо сохранилось в Припяти. Видал? Что? Оно все грузится. Видел? Да. У нас все получится. Так вы понимаете, что трос тянется, и колесо все проворачивается. Смотри, оно болтается. Смотри, смотри. Было? Чуть-чуть, да. Есть, да. Есть. Прикинь, это ты рукой, да, крутишь? Да просто рукой. Прикинь. Это говорит о том, что мы мотором легко раскрутим. Ну, короче, вот это очень мешает, как от него избавиться. Просто сюда хочу колесо велосипеда поставить, ты понял? И дать газу. Да я посмотрю, может. Отключается. Ребят, мы, кажется, сейчас запустим по плану А через весь механизм. Сейчас, главное, снять колодки. Они нам так малину портят. У нас есть ВД-шка. Мы сейчас еле работаем. Мне кажется, более стремнее тут сидеть, потому что радиация. О, кстати, все сработало с полоборота. Капец, ВД-хо творит чудеса. И ВД-хо тоже. Ну, давай, снимайся. Есть. Давай. Снимаешь? Валдите, ребята. ВД-шка? Творит чудеса. Вот, вот эта фигня. Из-за нее сейчас вот это должно открыться. О, твоя сила нужна. Давай, только двумя надо. Все. Красава. Все, смотри. Теперь мы тупо сюда колесо прижимаем. Ну, припомни. До запуска осталось совсем чуть-чуть. Идет. Мы его затащили все-таки, ребят. Смотрите, как четко зашло. Ну, давай газу. Тихо-тихо, пальцы, Сань. Нормально все. Давай газу. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Даю. Нет. Надо держать велик. Или что-то поднял подложить. Тихо, стой, сейчас скачило. Чуть-чуть вверх приподнять надо. Только не газуй, а то Саньку пальцы отрубит. Так, теперь по чуть-чуть газуй. Ну, газуй. Еще чуть-чуть давай. Он не газует. Горит здесь пыль? Нет. А это акум, кажется. Аккум выбивает что-то. Очень большой плюс, что механизм на колесе целый. Все работает. От руки крутишь, реально кабинки начинают шататься, начинается движение колеса. Все, что нам нужно сейчас делать, это убрать эту защиту с аккумулятора, чтобы он не вырубался. Здесь пенопласт. Может, поэтому оно вырубалось? Сейчас мы закорочим защиту, и оно у нас вырубаться больше не будет. Смотрите, как USB подключено. Это тупо фейк. Нету тут никакого USB. А он не припаян? Он даже не припаян. Капец. Пенопласт на пихали вместо USB и все. А вот и аккумулятор. Все китайское, прям пипец. Взяли запасной аккумулятор, обратно ставим туда велосипед. Да, пацаны безбашеные. Вот это колесо? Не сдаются вообще. Есть. Давай, поджеробесный мотор. Сюда. Есть. Давай, держи. Да, 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 крутись, крутись. Давай. Прижмите тут. Ну, прям ближе стал, я почувствовал. Очень туго идет, ну, идет. Надо разработать, походу. Обалдеть. О, хорошо, это что? Слышь, как трещит кипитка. Капец. Гребаная физика. Когда мы прижимаем заднее колесо к этой муфте, получается такая дичь, что не хватает крутящего момента. Поэтому у меня есть идея с помощью звездочки. И тут к нам пожаловали сталкеры. Тебя снимать можно? Пожалуйста. Серьезно. Привет, Александр. А ты сам сказал? Вадимом остался. Сейчас я стою, тут слышу, кто-то идет. Как я понял, что это вы? Я, он, товарища Вадима, я твой голос узнал просто. Вы считали, считали? А я смотрю, короче, что-то там. Вадим. Короче, два варианта есть. Шестернями, но звездами. Это надо будет очень прочно туда закрепить звезду. Притом не как-нибудь, она идеально ровно должна стать. А второй вариант с помощью лебедки. Я знаю одну хитрость, с помощью которой она будет настолько легко вращаться, что ветром даже будет прокручивать. Это снять груз. Мы снимем груз, трос ослабнет, и он не будет его блокировать. Сейчас его вращение блокирует трос. Прям реально ты сними сейчас? Да. Это грузы, они вот, они подвешены, они натягивают трос. Мы их сейчас тупо уберем. Не, Вадима надо. Это план С уже идет у нас. План С идет? Да, план С. А когда будет звонок полякам? Давай, 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 давай. Что меня пугает тут какие-то радиоактивные защиты? Вы засняли хоть? Ну, 100 срок не хуйкинген в час. 138 килограмм делал. А два было только что здесь. Два с чем-то? Только не за трос тянет. Не за трос, Вадим. За кабинку надо тянуть. Попробую сдвинуть. Трос мы ослабили, он уже не работает. А что, типа, это до хера за два? А померя здесь? Ближе к моху. Он растет. Ё! А ты вон там померь, там вообще пять тысяч. Не, мне три хватит. Я не отмывала. Он вообще бешен. Там три было. Там какая-то яма, ее точно не отмывали. Догонишь что ли? Давай померяем. Вадим, за однофон за сунду какой-то. Только не прикладай его ни до чего. Сейчас, что это стандарт, 77 падает. Сколько? Не ложи. Сколько? 87. Нормальный фон. Яма была закрыта, это когда авария произошла. Вот это еще херни снимай, который... Смотри. Да, кумы всех что-то. Сладят, сладят. Все, кумы сдохли. Смотрите, что эти безумцы делают. На туре, типа лишь бы не убило никого. Да, ну так шатается, пацаны. Жесть. Жесть, пацаны. Пацаны. Сейчас будем бежать. Оно шатается дико. Сейчас заварим. Вы слышите? Ты смотри, оно понимаешь, оно прям вот так вот прям. Ты слышишь этот жуткий скрип? Глянь, вода потекла. А на ходу вам? До конца включить мою силу не хватает. Не, ну мы разработали подшипники, это хорошо. Нам надо сваливать, потому что сейчас идут экскурсии уже скоро. Будем думать, как это сделать. Да, есть два плана, которые стопудово должны сработать. Серега, померь, я платил сегодня. Дима, что скажешь, у Антохи радиофобия? Я думаю, он много об этом думает. Слишком много. Он вообще панически боится радиации и хочет, чтобы ему постоянно меряли ботинки. А мои руки померяйте. Тут вообще фон будет. Общий фон, общий фон. Попробуй руки. Я же лазил. Не, все нормально. Не растет. Не падает даже. Смотри, вот эта кофта была 20 походов ЧЗО. Она не фонит. Вообще не фонит никак. Она не может фонить, ну каким образом? Ей обувь тоже не фонит? Ну тут как бы общий. У него обувь немножко фонит. У него радиофобия, не поможет. Мы чего только не говорим, он панически боится. Он тут больше? 79, нормально. У нас одна идея есть, там типа пожарная часть, шмотка пожарных лежит. Так, ты не сдевайся, я говорю. Ты хочешь их одеть? Да. Вот этот вариант классный был, когда мы зафиксировали. Да. Оно прям поперло. Вот так мы и сделали. Просто аккумуляторные. Надо два аккумулятора зарядить и прям их вместе, короче, последовательно присоединить, чтобы вообще моща была дикая. Он просто дохлый. Смотри, полный паф. Я же говорю. Все. Не забор? Да, не забор. Ты оттуда взялась. Спереди. А, сюда? Да. Агата и балашка. Офигеть. Может ты сядешь? Красно вибрирует, да? Прям как гиперкоза. Посмотрите, какие милые картинки нарисованы на колесе обозрения. Смотрите, какие у них пузечки. Аж прям выпирают. Что, гиперкожа заказала? Ну это же... Я с ней сказал, не заказать. Достал уже, е-мое. Сделай что-нибудь с ним сами. Это же это, да? Лошадиная пыся гиперкожа. Давайте я расскажу секрет этой гиперкожи. Не надо, не говори. А сейчас нам нужно будет найти подходящее место, где есть напряжение, чтобы протянуть оттуда высоковольтную линию в нашу сталкерскую квартиру. Ребят, честно сказать, это ни с чем не сравнимый кайф кататься на электровелике по Припяти. Особенно, когда здесь никого нету. Какие-то целый город наш, никого. Да, это просто обалденное чувство. Такое чувство, что ты вот в жилом городе находишься. Вы посмотрите на эти 2 этажки. Ну на самом деле все заброшено. Это тут мы... Светились там? Да, мы тут сломались. Да, позднее все изменилось. Вообще, прям домов почти не видно. Фонарь целый. Блин, а я не взял эту штуку. Лампа на месте. Давай проверим электрику. Реально есть какие-то. Включим его. Что это такое, Антох? Это магазин. Советский киоск. Прилавки стоят. Это обычное дело для велика. Жесть, просто жесть. Моей. Олень? Смотри, камень. Там оей. Кто? Сука. Где? Там автобус стоит, а там оей. Да, автобус стоял. Жесть какая-то. Ладно. Белка, 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 белка. Значит, где-то охрана за собакой. Белк. Капец, это вообще жесть какая-то. Видал автобус? Сзади пес. Белка, белка, белка. Не прошло и пяти минут, мы спалились. Автобус большой был очень близко. Сейчас они поедут за нами. Вызовут охрану. Кушать, кушать, кушать. Кушать, кушать. На, на, кушать. Он не голодный, он не ест. Давай куда-то забуримся на речку поскорее, пока они нас не ищут. Посмотрите, у него ухо опломбировано. Поехали. Все, все, погнали. Мы решили затаиться в квартире ближайшего дома, пока все затихнет. У нас подъездили какие же ящики висели. Когда я маленький был. Вот она, родилась. А тут оказалась еще одна сталкерская хата. Слышись, классно. Да, это черный сталкер. 19-го. Смотри, хата спаяна мусорами. Ну что, хата так ничего, ребят. Я вам скажу, намного культурнее наши. Что тут? Ой, блин, а тут уже свинство. Розовый сталкер? Это твое дело, маркерер. Ребят, вот так мы ведем проколотый велосипед. Вадим нас завел в какие-то кусты и колючками шиповника прокололи заднюю покрышку. Нам удалось найти рабочую высоковольтную линию на 10 киловольт. Вот высоковольточка. Которая уводила на какую-то базу мародеров. Мы решили перелезть через забор и посмотреть, что же там. Ты хочешь сказать нам туда? Это мародеры. Смотрите, какой залаз дурацкий. Ну что, чисто. Идем. Тихо, 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 не шумим. А ты не хотел идти. Тихо, тихо, тихо. Ну слышишь, тут недавно были люди. Сахарон мародеров в Припяти. Похоже, мародеры тащат сюда все ценное. И здесь его разбирают. Короче, целого. Тут ничего нету, я тебе скажу. К несчастью. Идем за мародером. Посмотри. Вау. Я не понимаю, зачем они на крыше затаскивали технику. Слышишь, а гаражи закрыты? Гаражи закрыты. Гаражи закрыты, ребят. Просто так бы их не закрывали. Вадим все-таки не удержался и вскрыл этот гараж. Но это уже смотрите на его канале. Это ссылка в описании. Ребят, пожалуйста, подписывайтесь, потому что у меня канал умер. Как у Влада Резнова. Вадим пойдет сейчас туда разведывать, что к чему. Я сейчас подойду сюда. Если все спокойно, ты идешь ко мне. Как же так? Упил, да и купил. Ребят, а ты кто такой? Здрасте. Привет, а ну иди сюда. Да я просто этот. А? Поговорить с вами. А чем? Любить? Как у вас дела? Как у тебя товарища меня загостили? Здрасте. Да он скучно тут, я в гости пришел. Привет. Вадим. Александр. Ребят, помню, здесь меня хотят принять. Жестко. Говорят, чтобы вызвать минуту. Сейчас надо будет бежать. Я думал, вы добрый. Ну, запомни, Вадим. И на первом ходе будет находиться там, где я купил Орыс. Не, я вам приду, сейчас принесу подарки. Вам понравится. Я вас тоже люблю. Саня, мы бежим. Вадим предложил спрятаться от охраны в тюрьме. В заброшенной тюрьме Припяти. Вот эта сетка, что заключенные не вылезли. Лампы карцерные. Кстати, лампочка есть, смотри. Чего? Следы. Сталкеры были только что. А может это не сталкеры? Вау. Так, на воздухе только я убежал от этого мужика. Ребят, нары. Тихо, насел, лампа. Ты видел кормушки? Кормушки, да. Как для птичек в клетке. Я не знаю, зачем их делают пустыми. Нары сделаны так, чтобы зэки там прятали свои вещи. Александр, сюда, подойдите. Присядьте, пожалуйста. Вы обвиняетесь эксплуатацией цыган. Что это за шесть? Заходи сюда. А, это обезьянник, слышишь? Вот, и лилку уже всем на эту. А, фигеть. Ребят, короче, Вадим Вадимович меня в обезьяннике закрыл. Напишите в комментариях, если сделал правильно. Ладно, короче, паналия. Фух, ребят, наконец-то мы вернулись на хату. Что там за звуки такие странные? Сейчас посмотрим. Капец. Что вы тут делаете? Капец, как же тут тяжело качаться. Спасибо. Ух, хватит. Нормально. Взорвется. Хватит, хватит. Это все из-за тебя, братан. В смысле? Стоп, захер, ты повез меня через Акации. Блин, я два колеса из-за тебя пробил. Я тебе просто говорю, братан, давай просто прокатаемся по асфальту с комфортом проедем по Припяти. Да, братан, не с проблем. В самую жопу завез просто. Покажи ему, чтобы он садился на крышу. Чувак, на свина, мне кажется. Конечно, нет. За ступой вертолетовый, что спалил, у нас искал. Ребят, короче, полная жесть. Я не знаю, что случилось. Вадима вообще жутко колбасит. Рвота страшная. Я сейчас еще раз пойду. Еще раз пойдешь плевать? Это оливки? Не оливки. Точно не оливки? С ландышами до этого, типа, нихерово. А когда ты первый раз почувствовал? После колеса. После колеса? Ты там ничего в рот не брал? Нет. Пипец, ребята, что нам делать? Вот напишите в комментариях. Вадима жутко колбасит. Где у тебя болит? В пупке. Вот в Припяти болеть, это самое худшее, что может быть, честное слово. Что делать будем? Терпеть будешь? Прям сжимает все. Стопудово токсикаться. На что ее вызвало? Так грязь даже могла вызвать. Мыл руки перед едой? Конечно, да. Может, ты мне покажешь, где руки побыть? Побыть. Провел, давай воду проведи нам. Я маслины поймал. А что, маслины не зашли? Антоха взял таблетки. Ребята, вы просто посмотрите. Это что, Антоха? Ты на войну в бункер, что ли, собрался? Вы просто... Вы манки. Это что, еще не все? Да нет. Вот. Если ловите маслины, покупайте активированный уголь. И вам будет кайфово. Вам будет... Да, под машиной вам будет очень... Ты его прям не запиваешь. Ты что запиваешь? Ты сейчас бумага съешь. Ребята, вы не поверите, мы идем заряжать велики в Припяти. К сожалению, место я не могу рассекретить, так как человек попросил и разглашать, где мы будем заряжать велики, как мы туда доберемся. Вот мы загружены. Здесь зарядки, аккумуляторы и все остальное. Я несу вот аккумулятор Вадима в руках, потому что он в рюкзак не влез. Нам нельзя опускать руки, нам нельзя сдаваться. Пацаны на нас надеются, нам по-любому нельзя приняться в лапы охровцам. Ребята, поддержите лайком, потому что мы должны вернуться обратно с заряженными аккумуляторами. Мы должны запустить колесо на максимум. Мы почти подошли к человеку, который нас ждет на машине. У них 2,5 миллиона подписчиков. Я так, ну, беспалево. Короче, ребят, это какое-то безумие. Все, мы прыгнули в тачку и сейчас мы едем в место. К сожалению, я не могу сказать, куда мы едем, потому что, ну, это нельзя делать, короче. Так что примите это как есть. К сожалению, камеру не могу повернуть, потому что едем с людьми, которых нельзя показывать. Ребята, вы не поверите, смотрите, вот он, саркофаг. Так близко еще никто из нас не был. Смотрите, там спереди табличка и написано на ней зона 10 километров. Все в колючей проволоке, проход запрещен. И находиться здесь нельзя. Ну, я в шоке, как мы сюда попали. Действительно, нам повезло. Вот эта станция, она как бы распределяет энергию по линиям, вот что-то в таком духе. Вот это спереди первый энергоблок. Он буквально от меня стоит, ну, не знаю, в 50 метрах. И как вы думаете, куда мы идем? Мы на том самом мосту, где водятся огромные самые монстры, гиганты, которые весят до 60 килограмм. А, я уже вижу там форель. А, это не форель, это ясть, да? И она постоянно, да, здесь тусуется прикормленная, потому что... Но само, к сожалению, не видно. Где-то они спрятались, заныкались. Вот он, этот мост, где водятся огромные, самыми, к сожалению, мы их не увидели. Здесь так все футуристично выглядит. С трудом понимаешь, что здесь произошла авария, все прям безумно. Люди сейчас чистят асфальт. Нам сказали, что эти люди также меряют азиметрами асфальт и ставят крестики, если часть асфальта зараженная. Нас привезли в тайное место. Я уже поставил аккумуляторы на зарядку. Вы гляньте, сколько всего здесь. Один, два, три. Четыре, пять. На подзарядку уйдет где-то часов семь, поэтому семь часов мы будем сейчас тусить. Сзади меня находятся пятый и шестой недостроенный энергоблок. В данный момент законсервирован и реактор ликвидировали еще хрен знает когда. Собачки здесь такие, смотрите, милые, милые, милые. Иди сюда. Вот это вот бетонная стена, законсервированный реактор, да? Вот это нулевой этаж. Вот так его называют, как бы подвальное помещение. Вот это машинный зал. Обалдеть, ребята, смотрите. Машинный зал. Там так и написано. Третья очередь, пятый, шестой вон энергоблок. Общестроительные работы. Уже чутка все подразрушилось. Естественно, все распилили. А туда вовнутрь можно зайти? Так, ребят, надеюсь, вам все видно. У меня такой фонарь. Ёшкин ты кот. Здесь, конечно же, все уже разобрано. Металл здесь такой хлипкий. Просто я так боюсь провалиться туда. А там вода, ребята, смотрите. Там вода. По фону здесь где-то 200-300 микрорентген в час. Поэтому здесь, конечно же, есть радиация. Вот это сверху у меня. Это кран. Грузоподъемность этого крана 125 тонн. Вы просто гляньте только на масштабы. Я даже не представляю, что здесь могли поднимать. Я сейчас поднимаюсь по лестнице на крышу пятого энергоблока. Обалдеть. Все. Смотрите. Впереди меня саркофаг. Вот он, пятый энергоблок, который не успели достроить. Здесь вот краны как стояли. Как все это заморозили, так они по сей день и стоят. Скажите, а тут уровень радиации какой приблизительно? Полторы тысячи? Да. То есть тут конкретно фонит. Я только что был вон там. Вот. Мы по лестнице спустились вниз. Я в шоке. Вы только гляньте, какой видон там. Охренеть. Просто смотрите. Это, я так понимаю, типа ТЭЦ. Димас, помахай рукой подписчикам. Нет, нет подписчикам. Лайвом. Тяжеловато, да. Жизнь блогера, она непростая. Когда особенно я все зацепился рюкзаком. Надеюсь, я никакой радиоактивной частицы не словлю. Немного паркура. Вот так вот. Оп. А там что внутри вообще? А, то есть там прям энергоблок? Реактор, да? Охренеть, ребятушки. Это очень экстременные кадры. Вы посмотрите, как эта лестница болтается. Это все так ненадежно. Но я лезу, чтобы показать вам. Это история. Вы только гляньте на это. Здесь находился самый настоящий реактор, который вырабатывал электричество на многие дома. Скажите, а туда залезть можно? Там сильно фонит? Ну реально страшно, представляете? Просто здесь находился атомный реактор. Просто гляньте. Посмотрите, какие футуристичные баллоны, честно. Я не знаю, что это такое. Только гляньте на масштабы. Фу, это жесть. Долго я задерживаться здесь не буду. Потому что здесь радиация, пацаны. Это не шутки. То есть там мы были на крыше, да. Но это была не самая верхняя точка. Сейчас конкретно мы поднимаемся прям на самую высокую точку пятого энергоблока. Руки освободи. Это жесть. Смотрите, ребята, это фонит штука. Думаешь, дико фонит? Миллика два. Тысячи? Да. То есть тут конкретно сейчас уровень? Нормально. Этим краном устанавливали реактор в пятый энергоблок. Грузоподъемность этого крана 750 тонн. Рядом с этим краном находится ХЖРО. Это хранилище жидких ядерных отходов. Оно находится буквально в 50 метрах от меня. Надеюсь, я не помру после этого обзора на это здание. Потому что дозика у нас с собой нет. А тут так дико фонит. А тоха-тоха, я твой дозик, все нормально. Вот природа берет свое. Здесь растут деревья. Вот консервация. Вот этими металлическими щитами все заделывали, чтобы удержать радиацию. И это просто труба. Вы только гляньте, какая смотровая площадка. Это было раньше водохранилище. Вот это все было водохранилище. Это все так высохло. Чтобы вы, ребят, понимали, что происходит. Смотрите. Вот он, саркофаг четвертого энергоблока. Вот он. Кто нелегально еще подбирался так близко. Только гляньте. Вот, конечно, здесь стройка прекратилась. Вот мы были на этой крыше. Это самая высокая точка. Не считая этой. Чтобы вы понимали, вот толщина дверей где-то сантиметров 40. Непонятно, что было в этом помещении. Потому что она очень маленькая. Возможно, здесь фонит так дико, что, мать твою, не горюй. Кстати, сохранились какие-то надписи. Отметка 100. Это что значит? Чтобы вы понимали, мы сейчас 49 метров над землей. И мы поднимаемся еще выше. Буквально пару секунд. И я почти на самой точке. Верхней. Самая верхняя точка это здесь. Человек, который нас сопровождает. Хочешь, поднимайся, он мне говорит. Но я не до такой степени безбашенный чувак. Ребят, я пас. Пишите в комментариях, что я очкую. Фон здесь такой дикий, что он. Скажите, а приблизительно какой здесь фон? 20 тысяч микрорентген. Никогда бы вообще не подумал, что я окажусь в этом месте. И вот это вот все я видел только в документальных фильмах. Так произошло, что я сюда попал. И запечатляю редкие кадры для вас. Очень страшно здесь находиться. Да, и поэтому я хочу, чтобы вы прочувствовали эту атмосферу. Все, с крыши спускаемся на нулевой ярус. Транспортный коридор. Сюда завозили и выгружали ядерное топливо. Сюда заходил поезд с ядерным топливом. Наверху был кран. Скорее всего его срезали, его сейчас нет. Краном цепляли топливо и переплавляли туда, а там загружали уже в реактор. Здесь стояли сепараторы. Только гляньте на эти масштабы. И вот как такое вот просто могли в Советском Союзе взять и бросить. Кран 90 тонн. Прошлись в другую сторону. Здесь вот те же самые и они расположены симметрично друг от друга. То есть здесь вот шестой энергоблок. Параллельно туда, пятый. Мы спускаемся вниз, нам осталось буквально 6 метров. Спустились с пятого энергоблока. Вот эти два самодельных аккумулятора, которые мы заказывали, вот эти баночки с Алиэкспресс. Эти аккумуляторы уже заряжены. Сейчас идет балансировка аккумулятора Вадима. Говорит красная лампочка, это сигнализирует о том, что он еще не заряжен. Вот эти два блока, они на 2 ампера. И заряжаться все это дело еще будет, ну, наверное, часа 3-4 максимум. Дозаряжу аккумуляторы. Ребятушки, которые нас встретили и привезли в это тайное логово, отвезут обратно. И мы будем запускать уже колесо обозрения. 25 тысяч микрорентген, ничего не сделай с твоим организмом, если там побудешь около 2-3 минут. Это одна точка. А типа, если больше, то уже что-то будет. Блин, ну я не знаю, чувак, честно. Это страшно, понимаешь? Нет, не страшно. Ну мне страшно. Тебя, прикинь, вот так просто твое тело простреливает частицы. Ты, по сути, как мясо, и через тебя проходят вот так вот просто тысячи. Если не сдохну после этого обзора, значит все нормально. А если я вдруг рип, не дай бог, то задумайтесь о будущем поколении. Ну типа, мы прошли уровень 45, а после 45 мы еще прошли два уровня. МШ этого не смог сделать. Даже я там не был. А что это за блоки, Димас? Слушай, это блоки специально были сделаны, чтобы танки не проехали. Серьезно? Да не, шучу, конечно. А не понят? Да нет. Серьезно? Все как ты любишь. Где-то 8-10 миллионов рентген. Не, ну и без шуток, Димас. Мы идем по какому-то полю радиоактивному. У меня уже ноги реально начинают, пальцы болеть. Ожоги, ну, на ногах появляются. Ты просто носки не поменял. Я чувствую, что мне плохо здесь. Я хочу побыстрее отсюда свалить. Слушай, давай полежим здесь. У нас, понимаешь, даже дозика нет. Гляньте, какая красота. Природа, дело и бою. Вот это, вот что-то? Градирня. Капец, он огромный. Ну, это, конечно. Слушай, ну здесь конус такой сквозной. Что за труба, я, честно, я вообще хз, я не шарю даже, что здесь могло быть. Фонит, наверное. Обалдеть. Слушайте, ребят. Здесь прям резонанс, звука. Дискотеку странно. Привет, котенок. Ну, как твои дела? Просто звук прям здесь реально резонирует оттуда до сюда. Ребят, это завод, который изготавливал бетон для четвертого энергоблока. Я сейчас снимаю беспалево, потому что здесь очень много людей. Там сидит охровец. Если нас палят, то могут реально повязать. Друзья, вы не поверите, сейчас мы въезжаем в Чернобыль. А вот это, ребята, это автостанция в городе Чернобыль. И она по сей день функционирует. Можно купить билеты и уехать куда вам угодно. Вы только посмотрите, какие футуристичные домики здесь находятся. Представляете, мы едем в центре Чернобыля. Гляньте, вот как выглядит сам Чернобыль внутри. Ну, конечно, да, здесь есть заброшенные дома. Мы проезжаем вот как раз-таки вот мимо них. Вот это здание, это институт ядерной физики. Вот так вот гляньте. Здесь раньше был магазин, но потом со временем для него сделали музей. Не, ну, архитектура прикольная. И вот эти вот надписи тоже классно. Аисты. Мы сейчас едем прямо по центру Чернобыля. Сейчас мы зайдем в магазин города Чернобыль. Как говорят местные жители, здесь все осталось при совке. Обалдеет, ребятки. Мы сейчас находимся в магазине. Здесь было раньше два магазина, ну вот, первый, а остался один. Пожарная часть, ребят, смотрите. Какой памятник крутой. Прикиньте, в пожарной части есть свой зоопарк. Сейчас мы подъезжаем в Копычи. Это село, которое закопали. И здесь сохранился незарытый детский садик. У меня быстрый такой обзор. Ух, какая жуть. Это единственное место, которое они закопали во время ликвидации. Смотрите, детские кроватки просто сохран. Ёшкин ты кот. Если я не ошибаюсь, здесь Киевская, по-моему, снимала. Место очень похожее. На мне сейчас дозиметр. Называется он МКС. Он 86-го года. Такими дозиметрами измеряли радиацию, когда взорвался четвертый энергоблок. 77-го. Но фон, в принципе, как бы чуть выше нормы. А сейчас им меряют металл, который распиливается. Люди вот с такими дозиметрами в масках, в очках ходили вот так вот по Припяти и мерили фон. Норма 20, а сейчас вот, смотрите, 168. То есть 136, 168. То есть вот вы видите, да? В мои руки попал дозиметр ДП-5В 81-го года. Супер-пупер советский дозиметр. Прикиньте, это первый дозиметр. И чтобы измерить точный радиационный фон, людям приходилось выжидать... Ой, извиняюсь. Людям приходилось выжидать около 20 минут. И смотрите, как он выглядит. Это просто какая-то бомбезная космическая штука. То есть вот этот дозиметр конкретно измеряет альфу. Судя по комментариям наших зрителей, эта штука оказалась куда более опасной. Ну что, ребят, аккумуляторы успешно заряжены. И завтра нас ждет финальный запуск колеса обозрения в покинутом городе Припять. Мы сейчас хотим протянуть свет в заброшенной квартире Припяти. Наш проводник смог договориться со сторожем одного из действующих объектов. Мы, конечно же, не будем говорить кто. И они разрешили нам подключиться за умеренную плату. Вот, посмотрите, лифтовая в таком состоянии. Мотор разобрали. Угляда какого колеса? Да. Смотрите, подшипник, какие ролики. Фу, как следолом воняет. Чтобы отремонтировать эту лифтовую, надо будет очень круто напрячься. Идем дальше. Ля, ребят, это аккумуляторы. Чего они? Никита неевая. У них, может, еще электричество осталось. Может, они до сих пор работают. Аккумуляторы такого типа, ЖН-45. Железно-никелевые, я так понял. Я не знаю, что это было. Если все знают в комментариях, пишите. Возможно, это аварийное питание какое-то. А то чуть-чуть другие. О, 0,4 вольта. Это, конечно, очень мало, но может какой-то будет живой. 0,18 вольта. Ну, на зарядку телефона не хватит. Я думаю, что если их попытаться зарядить, они, может, еще будут работать. Это выход на крышу. О, держится хорошо. Ух ты. Ладно, ну как-то надо, только не упади. Да, да, да. Сильно не палимся. У нас видно далеко. Жесть. А он прям так близко здесь. Вообще, прям. Обратите внимание, на крыше березы растут. Вообще, как? Идем тихонько, чтобы не палимся. Мы делаем все это максимально аккуратно, чтобы нас не запалили. Ой, тихо, тихо. Я думаю, вот это будет идеальное место. Береза выросла на крыше. Какого размера? Рядом еще елочка растет. Это все на крыше. Девятиэтажки. Приятно радует, что тут есть стойки для проводов. Конечно, это радио раньше было натянуто. Но мы хотим кинуть изолированный провод. Ну, хотя бы с краю его сделать. Изолирован, чтобы никого не долбануло. И по вот этим вот опорам, между девятиэтажками, провести свет в наш дом. Вон, Антоха уже с тестером бежит. Все, мы меряем. Давай я встану, ты можешь за плечи мои придерживаться. Палимся, палимся. Держи в одной руке. Так, берем заземление хорошее. А, давай, сидим. Чисто. Срочно. Теперь берите руками за вот этот провод. Вот, его резко дернет в ту сторону. Твоя задача двумя руками его удержать. Придерживайся за эту штуку, чтобы не упасть. Чтоб тебя он туда не потянул. Все, подожди. Я что, может потянуть, доди-ка прямо. Да, его потянет в ту сторону. Да, ты достанешь. Вот сюда, где я стою. Становись, тебе тут удобнее. Ну, что, ребят? Надеюсь, он не стрельнет меня. Надеюсь, тебе не шаги поки. Да нет, он не стрельнет. Все нормально. Сочки есть. Мы это сделали. Теперь приматываем. Паш, привет. Медный, да, или что? Нет, медь бы уже сперлит. Зелеза. Изолента. Пожалуйста. Провод. Вот так работают сталкеры-электрики, ребят. Если кто не знает. Такого еще до нас никто не делал. И это не просто слова, это очевидный факт. Что, теперь тянем в хату? Ну, мы пока тянем в хату. Сейчас наша задача будет только натянуть. Если кто-то хватит силы. И подцепить сюда. Да, да, да. Я придерживаю провод, чтобы он не ушел. Отпускай. Офигеть. Жесть. Теперь надо как-то замотать. Я боюсь, что он назад не прыгнул. Изоленту. Ребят, почти готово. Мы пока жестко палимся, потому что нас тут видно вообще. Ладно, мы были бы в городе, подумали, что мы интернет проводим. Но мы на самом деле в заброшенном городе. Ну все, ребят, готово. Смотрите, что у нас получается. У нас осталось еще столько провода. Сейчас мы его спустим на чердак и там поставим трансформатор понижающий. По-простому прокинуть 220 мы не можем, так как у нас провод тонкий и длинный, сопротивление большое и при мощности более 200 Вт напруга резко проседает. Я решил повысить напряжение, как это делает в энергетике, с помощью трансформаторов от микроволновок. Повышающие трансики я спрятал на базе, а понижающие на чердаке нашего подъезда, подсоединив их по этой схеме. В результате у нас получилась однофазная высоковольтная линия напряжением 4000 Вольт с глухо заземленной нейтралью. То есть второй провод нам тянуть не нужно. Мы его пустим через землю. Кстати, трансформаторы и провод я специально взял алюминиевые, чтобы у мародеров не было желания их украсть. Вот этого я не ошибал, конечно. Для безопасности я спрятал рубильник, который мы обесточим подъезд перед нашим уходом. А то вдруг тут что-то замкнет, а еще загорится. Образованный сталкер сообразит, где этот рубильник и сможет пользоваться электричеством в Припяти. А вот школьники его не найдут. Высокое напряжение, это вам не шутки. Прикиньте, теперь в квартире в Припяти есть электричество. А это значит, что даже если мы придем сюда зимой, можно включить обогреватель и жить в тепле. Прикиньте, как в нормальной жилой квартире не надо полить газ, не надо полить костры, что категорически здесь запрещено. Можно просто от обогревателя протопить квартиру и жить, и радоваться, как говорится. Если бы здесь еще рядом был бы магазин, и можно было купить продукты, то тут реально можно жить уже. Где воду достать, мы знаем. Электричество есть, интернет есть. Вообще круто. 4G здесь ловят на девятом этаже, это ж круто. Сейчас посмотрим, в каком состоянии распрещаток. Проработка, на удивление, в большинстве квартир нашего подъезда оказалась абсолютно исправной. Неужели оно заработает? Мы просто подключили их к сети, и все заработало. Все четко, смотри. Антоха, блин. Блин, охренеть. Вы смотрите. Капец. Ну это нереально, это просто нереально. Она не войдет. Пошла зарядка. Быстрая зарядка, 74%. Ребят, хотите ли вы, чтобы мы восстановили эту квартиру до такого состояния, как она была до аварии? Собрали уцелевшую мебель, предметы утвари, технику, все, что найдем в Припяти уцелевшее, собрали в одной квартире и создали как бы музей того времени, чтобы полностью передать атмосферу, которая здесь была до аварии в квартире. Пишите в комментах, и мы постараемся это сделать. Мы решили отремонтировать печку. Спирали у нас не было. Мы вместо спирали взяли обычную стальную проволоку. Сопротивление у нее довольно высокое, она должна работать как спираль. И сейчас мы попробуем от этой напруги запустить вот эту печку. Но в разобранном пока состоянии. Включаем свет. Где выключаете? А, наги, подсними. Перегорел. А ну, поклассай. Все, пошел, контакт. Это нормально. Снимай спираль. Главное, чтобы не замкнуло. Ну что, пробуем? Погнали. Вау. Ля, ля, ля. Давай, давай, давай. О, выруби свет, выруби свет. Выруби свет, выключай. Смотри, смотри, вырубай. Смотри, ребят. Попробуй рукой тепло. Смотрите, ребят. Ёшкин ты кот, какая она горячая. Как ты заберем батон? Охренеть. Ребят, можно... Врубай, врубай. О, сейчас загорится. Загорится. Загорится, сейчас загорится. Посмотри, ну там, смотрите, дерево. Да, нормально. Провод дымит. Нам не хочется все разжечь. Блин, оно не отключается. Саня, вырубай, да? Все, я вырубился. Смотрите, ребят. Как вам такая жесть в Трипяти? Короче, мы эту проволоку нормально запакуем вот в эту печку. Эта печка более-менее целая. И у нас будет рабочая печка в Припяти. Мы врубим, здесь натопим зимой. Ладно, мы вырубаем свет, мы не хотим просто палиться. С улицы у нас очень видно. Окно у нас тупо открыто. Надо его зашторить. И потом пользуется светом. Гаси. Погнали дальше. Тоха траванулся вчера радиацией. Антон. Так блевал, что дальше, чем видел. Покруче, чем ты. Слушай, Димас, на то и думаешь? Что? Это все из-за радиации? Ну, прикинь, так проблеваться. Вы боитесь, что от меня фонит? Потому что я вчера был внутри реактора. Он весь как свинья, грязный. День четвертый путешествия в Чернобыле с Криосаном. Это просто какая-то жесть. Тоха лазил вчера на реактор. И полностью какой-то в грязи, в пыли. И спит рядом со мной. Я его уже скинул один раз. Прям на пол. Так он встает, как бумеранг. И обратно ложится. Саня вообще не спит. Никакого отдыха нет совершенно. А сейчас я пойду брать у Сани интервью. И мы узнаем все про фабрику цыган. Тихо. Саня идет. Что-то горело так. Саня, а сколько стоит купить одного тебе на 300 лаксов? Вот, зарядилась. А правда, что они у тебя в подвале лежат? Ты камеру достанешь. Конечно. Нас валили. Чувак, ты посмотри. Опа-на. Вишня, вишня. Подержи, подержи. Поверкиная вишня. Братишка, я тебя покушать принес. Я думал, ты ее сейчас съешь. Попробуй ее. Да сейчас. Я же не Марк Киреев. По правилам зоны нельзя есть с деревьев, потому что, ну, как минимум, оно в пыли радиоактивно, ветрено сейчас. Сейчас я хочу сделать сварочный аппарат из этого аккумулятора. Все, что нам потребуется, это один аккумулятор с электровелосипеда, кусок провода, который будет, по сути, проводить электричество и выполнять роль балласта. И сварочный электрод с плоскогубцами. А у нас есть сварочная маска вообще? Какая маска. У нас все по хардкору. А я не хочу зайчика ловить. Минусовой провод в детали. Вадим говорит, что минусом разрезают, а плюсом варят. Ну, конечно, я же профессиональный сварщик. У меня даже не один новая сварка есть, аптестат. Что? Неоновая сварка. Твою, я перепутал. Это очень, типа, ну, то крутые могут. И что разряд. Ребят, сейчас нам Вадим покажет, как надо варить. Но перед этим я испытаю все, потому что вдруг она взорвется в его руках. Сейчас сварка покажет, кто есть кто. Приматываем электрод. Осторожно, зайчики сейчас вылетят. Пассатижи и рука вместо маски. Ё-моё! Попуха! Не будет так ярко. Ослепило капитально. О! Сейчас заварим. Жесть! Блин! Видал? Жесть, жесть, жесть. Залип электрод. Надо как дятел стучать. Слышал такой вид от сварки? Быстренько, быстренько. У-у-у! Какой светодиодный сок! Опа, РСТ! Зажигаем. Будь, а не хватит. Уйди, 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 уйди. Ля-ля-ля-ля-ля. Как он уйдит. Да нормально все, ребят. Как что видели, ребята, на что способны велосипедные аккумуляторы. Обратите внимание, что аккумулятор вообще не нагревается. Сварка тянет 4 киловатта. Варим дальше. Сварщик 6-го разряда. Продемонстрирует свое мастерство на самодельной сварке из электровелосипеда. Главное смотреть, чтобы у них залег электрод. Если ты его не отдерешь, будет бабах. Будет короткое замыкание. Может быть, я об этом знаю. У тебя несколько секунд его отодрать, чтобы... Это большой разряд, ребят. Ну что, вибрация. Мы такой не проходили в славочной школе. С руками бери, он не горячий, засовывай его. Вот ты псих, Саня. Ты ведь боится. Слышь ты, блин. Ногой придерживаю эту звезду, она будет прилипать. Эй, ты что творишь? Да, почти, почти. Тяни дугу. Да, блин. Это тебе не бенгальский огонь. Что ты делаешь? Ты видишь, что он делает? Блин, залепли. Он как ломанул отсюда, это вообще было жесть. Что вы говорили? А ты снимал, Вадим? Блин. Я один снимал? Да. Прикинь, у меня зависла камера. Что, короче, произошло? Вадима залип электрод, и он вместо того, чтобы его отдирать, он убежал. В этот момент произошла электромагнитная вспышка. Все кончилось тем, что камера тупо вырубилась в самый отецный момент. Ну, вы только что это видели. Ну, вы видели последний кадр. Смотрите, последствия. У нас полностью сгорел провод. Антоха вот ушел ногами, вот он приплавился к аккумулятору. Надо аккуратно, чтобы током не давал. Вот в этом месте он, кстати, перегорел, и процесс остановился. Тут такой трэш был, я душил обои, провода ногами, пока ты просто свалил отсюда. Видите, вот мы сразу заряжаем камеру, повербанк. И главное преимущество этого напряжения, что оно невероятно мощное. Включаем болгарку. Все, все, пока работает. Нормально. А ты умеешь пилять, Антон? Да, могу сейчас запилить что-нибудь. Пили кусочек трубы. Что, готовы? Да, готовы. Ищительно. Теперь у нас все готово к финальному запуску колеса обозрения. Вадим там не останавливается, шпарит прямо. Все пацаны, короче, двинули мы за водой. Мы хотим пока привести хату в порядок, а Антоха вместе с Димоном идут за водичкой. Набирать в какой-то опасный объект. Короче, набрали мы воду в Припяти, представляете? Надеюсь, пацаны оценят этот жест. Санчес, посмотри, мы набрали воду. Вы 4,5 литра взяли? Затестировай. Точно не фонит? Нет. Попробуй. Сейчас надо оценить водичку. Фу ты ну ты, не, я не буду. Че? Болотом воняет, прямо нос режет. Не, я буду в аварийном случае только. Это под кипячение, я так понял, да? Нет, да попробуй. Не, серьезно, делай в раме. Это питьевая вода. Это питьевая вода. Я попью потом, я боюсь, честно. Вот ваш топ-ютюбер. Боится водички хлебнуть. Ребят, раннее утро, пол первого ночи. И мы выдвигаем на финальный запуск этого колеса. Смотрите, свечку мы ставим вниз, чтобы с окна не было видно свет. Антоха очень сонный. Да, здорово всем, доброе утро. Вадим вообще храпит. Покинаем хату. Тронуемся уже домой. Мы едем ночью по Припяти запускать колесо. Первая задача у Вадима положить в меня, смазать механизм. Вот у нас такой официальный. Ой, отлично. Прямо пожарнее. Пацаны устанавливают велик на редукторный вал. Смотрите, сколько усилий у меня. Что кто-то держал сзади. Ну попробуй чуть-чуть, как я держу. Колесо немного проворачивается и блокируется. Что-то ему мешает. Просто если прижать колесо к этому валу, не хватает крутящего момента. Он вначале крутится, потом идет натяжка тросов и начинает проскальзывать. Что мы делаем, Саня? Трос привязан, и он уже запутался. Это другой план? Подожди. Там петля, кстати, пацаны. Это план Б. Вернее, даже уже план С. Мы зацепили трос. Сейчас попробуем намотать его на мотор, как на ребёдку. И крутануть колесо. Сейчас будут лютые усилия. Надеюсь, ничего не обрвет, как всё выдержит. Такую конструкцию всё равно придумал. Пока не попробуешь, не узнаешь. Вот так себя ведёт это колесо обозрения. Сопротивляется за третий день. Оно сопротивляется нам очень шёстко. Отпусти, отпусти. Радиоактивное колесо. Всё, пошло на плач. Придерживаемая нога подкручивается. Угу. Ё-па-ра-су-та. Жесть. Ё-па-ра-су-та. Короче, надо цеплять не за вот эту штуку, что мы нацепили, а за верху штуку. Да, и сколько за верху? Куда? Вот сюда. А слабь. Трос сильно надели. А тут груз мешает, да, и вехать? Да, мешает, кстати. Груз надо снять. Окей. Сидели колесо. Мы его не удерживаем. Держимся, правильно. Ну, помогла в начале там. Тут надо просто на руль встать и держать. Давайте в стеренку попробую встать. Встать, да? Да. Ну? Всё, капец опасный. Сильная натяжка? Я хорошо привязал. Очень сильная. Чуть-чуть отпускаю, и нахожу на себя. Мне кажется, что просто не лопнет. Нет, раз точно не лопнет. Да, конечно, он тоненький вообще. Ты смотри, сколько вот эта херня весит. Тогда, короче, влезу надо вставить. План В. Сейчас. Это вал редуктора. В общем, если прижать колесо с велика, просто не хватает крутящего момента. Если вставить вот эту звезду, она вставляется как бы чётко. Болтами даже держится всё. Её можно приварить, конечно. Но сварка у нас поломана. Пацаны, мы реально старались. Чуть-чуть провернуть нам удалось. Если вы реально хотите, чтобы мы закончили этот проект, поддержите нас. Пишите в комментах. Мы обязательно всё это дело допилим. Сделаем нужные инструменты. Не знаю. Приехать сюда на тракторе уже нахрен с толстым тросом. И конкретно его уже крутануть. Кстати, если бы была бы автомобильная лебёдка, может быть бы и получилось. Ну а сейчас нас ждёт долгий и опасный путь домой. В следующий раз мы хотим привезти и установить мотор, предназначенный специально для этого колеса. Провести сеть 220 и спрятать кнопку пуска, чтобы любой при желании мог запустить колесо и прокатиться на нём. Мы единственные, кто сгонял в Припять на электровелосипедах. Но радоваться ещё не стоит, потому что нам надо ещё выбраться отсюда. Мы проезжаем мост. Мы это сделали. Вот, всё. Такая радиация дикая у меня в кроссовках. Фонит так, что мама не горюет. У меня отрубился велик. Сели аккумуляторы. Я не знаю, сколько пришлось на себе тащить вот этого монстра. Тут ловчая яма, как мы видим. Мы выехали на велосопилку зоны. Сейчас здесь нас должны встретить все дела.